Поддержка детского спорта – залог здорового будущего страны. В Воложском спорткомплексе «Волга» прошел турнир по мини-футболу среди детских команд. Организаторами состязаний стали депутаты Госдумы, Волгоградской областной думы и представительного собрания города-спутника, представляющую фракцию КПРФ. Игорь Морозов с подробностями. На площадке спорткомплекса «Волга» развернулась настоящая борьба за победу между юными футболистами шести команд, представляющими спортшколу города и ряд клубов, объединенных под эгидой муниципального учреждения «Волжанин». Матчи проходили по стандартным правилам мини-футбола. В составе команды четыре полевых игрока и вратарь, сама игра – два тайма по восемь минут. Настрой на победу у мальчишек 12-13 лет был бескомпромиссный, ведь и призы за победу того стоили. Их предоставили организаторы соревнований, депутаты-коммунисты областного и местного парламентов, а также Государственные думы. Я думаю, это перспективное дело, потому что все эти политические споры – это в будущем для детей. И хорошо, что сегодня не о политике мы здесь говорили и говорим, и будем радоваться, что были победители. Подобные состязания – прекрасная возможность объединить под эгидой футбола подростков, не только организовать их досуг, но и дать возможность понять, что заниматься спортом гораздо полезнее и интереснее, чем сидеть дома за компьютером или слоняться по улицам. А потому этот турнир, по словам его организаторов, станет регулярным. Как заверил ребят депутат облдумы Николай Паршин, зимой местом проведения матча станут крытые площадки Волгоградских спорткомплексов, а вот с наступлением тепла футбол будут играть в каждом дворе. Коммунисты – это сильные, крепкие телом и смелые духом. Поэтому в любом случае мы поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать спорт, потому что коммунисты – это сильные люди, смелые люди и спортивные люди. КПРФ – это движение вперед. Поэтому именно детский спорт надо поддерживать и в своих законопроектах, в своей работе непосредственной. Даже те наказы, которые мы выделяем из своего фонда, они в первую очередь идут, конечно, на детей и на спорт в том числе. Кстати, турниром по мини-футболу спортивные задумки депутатов-коммунистов не ограничатся. В планах народных избранников поддержка проведения соревнований не только по игровым, командным видам спорта, но и интеллектуальных состязаний по шахматам. Игорь Морозов, Андрей Стомин, телекомпания Ахтуба.